Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми лайфхаками и полезными советами, которые пригодятся вам на стройке. Поехали! Один из полезных советов это как сделать ровный красивый фронтон. Сейчас мы начинаем строить фронтоны и чтобы сделать фронтон ровный, нам нужно выставить посредине вот такую мачту. Поэтому берем сначала обычную 6-метровую доску, прикручиваем к ней гусек на ширину стены под прямым углом. Стена у нас 52. Затем находим центр стены вверху, находим центр стены внизу. Затем ставим нашу доску на высоту фронтона, в нашем случае высота фронтона 3,65. И затем, чтобы ровно выставить по отметке вверх этой мачты, нам надо сверху или кинуть вот этот шнур по отвесу и выставить по центру, поймать центр. Или можно взять средину стены вверху, найти средину стены внизу, привязать шнур снизу и подрегулировать верх конька по вот этой отметке. Разметили средину внизу стены, и вот этот средний шнур примотали гвоздем к центру. И теперь вот этот шнур у нас должен совпасть с центром вверху. Нижняя черта должна совпадать с верхней чертой на стене. Тогда фронтон будет точно по центру. Прикрутили вот сюда еще доску на край. Также вот вынесли и натянули здесь шнур на саморез. Следующий полезный лайфхак это уголки для причалки. Можно использовать вот такие уголки, причаливать, чтобы не делать отверстия в стене. Чтобы гвоздями не делать отверстия в стене. Но вот эти уголки стоят 300 и даже 500 рублей, и они нам не понадобятся. А можно взять обычные оцинкованные уголки, которые стоят 30 рублей. И как работает этот уголок? Вот такой монтажный уголок. В нем есть отверстия. Продеваем шнур. Здесь затягиваем. Делаем вот натяжку шнура. Сколько нам необходимо. Натягивать нужно шнур хорошо, чтобы в середине он не провисал. Затем, когда завели угол, зачаливаем вот так. С помощью уголка сложили ряд и вот таким образом переставляем на другой ряд. То есть, можем поставить на любой из рядов. И у нас не остается отверстий от гвоздя. Для строительства лучше использовать не металлическое, а пластиковое ведро. Чтобы был мягкий пластик, его можно вот так сгибать. Можно наступить на ведро и с ним ничего не будет. Такое ведро вам прослужит как минимум в 5 раз дольше, чем металлическое ведро. И также его можно кидать вниз. И с ним ничего не будет. И таким образом я уже отработал этим ведром уже один сезон, целый год. И ведро целое. Можно еще работать и работать. Режем сейчас рубероид. Вот так шнуркой. Шнур кладем в средину. И с двух сторон. Ромик с той стороны, я с этой. Начинаем вот так тянуть шнур. И рубероид получается ровный рез. Ромка оттуда тянет, а я отсюда. И вот так. Ровный у нас рез. И потом стелим на фундамент. Не нужно ни ножом его прорезать, потому что нож забивается. Черный этой смолой. И очень быстро все получается. Так что такой лайфхак кому-то может пригодиться. Вот здесь идет вентоканал ванная-туалет. Здесь ставили вот такие картоночки. Бумагу вниз положили. Так как падает раствор. Видите, у меня очень много падает. Так как там каналы швабрую. Все заглаживаю. И летит сюда раствор. В эти каналы. И чтобы потом не долбить. Просто вот так вытащил бумагу с раствором и выкинул. Здесь сделали вот такую вставочку из кирпича. Из рядового кирпича. Сделали вставку для того, чтобы можно было повесить на кухне шкафы. И уже будет более надежно. Можно сюда засверлиться в кирпич. И будет держать. Так как газоселькатный блок материал мягкий и не совсем надежный. А в кирпич уже засверлиться. Можно и повесить шкафы. Вот так перекрыт дверной проем. Без уголка. Поставили доску. Проложили блоки. И сейчас уже почти высохло. Можно будет уже снимать эти доски. Блоки будут держать сами себя. Когда заводим углы. И чтобы держать нам одинаковый шов. Чтобы на всех углах был одинаковый. Используем вот такую круглую арматурку. 8 миллиметров. И сейчас покажу. Покажу на примере этого угла. Стелю раствор. Кладу вот так кирпич на угол. Вот тут убираю раствор лишний. Ставлю арматурку. И достукиваю вот этот край до арматуры. Вот так достучал до арматуры. И дальше уже по уровню подбиваю вот этот край. И все. И таким же образом на остальных углах. Вот оно отверстие осталось. Так же я подставлял арматуру. До стукивал здесь по арматуре. Так же здесь. И швы уже получаются одинаковые. И кладем сейчас первый ряд. Тычок. Вот здесь оставили отверстие. Сквозное будет. То есть будет стена в два кирпича. И вот так оставим отверстие. Так как будем оставлять этот цоколь в зиму. Будет в следующем году прокладываться стены. И если здесь наберется вода. Снег. Вода наберется. Чтобы она стекала в эти отверстия. Чтобы не набралось полное. Как бассейн. И в каждой комнате вот оставим. То есть вот она будет капитальная стена идти сюда. То есть вот здесь оставим. Сколько? Раз, два, три. Четыре раза оставим эти отверстия. На эту, на ту сторону. А потом уже. Когда сделаем основные стены. Уже первый этаж. Когда перекроется там плитами. Уже не будут попадать осадки. Когда внутрь. Потом уже закроем эти отверстия раствором. Там можно будет уже заделать. А пока они будут. Даже когда будем уже гнать стены. Облицовочную стену. Газосиликатный блок. Так как сильные дожди. Могут влить. И чтобы вода не скапливалась. На стяжке здесь. На плите. Будет вот стекать. И кладем тычок. Вот так. Насыпаем раствор. Швы все заполненные делаем. Так настелили. По сеточке. Можно ее вот так приподнять. Чтобы сетка была в средине. И делаем вот так. В полупрессы к кладку. И получается вот такой шов заполненный. Вот так беру кирпич. И прижимаю. Здесь шнур натянут. Но он такой сильно не видно. Зеленого цвета. Лучше всего белый шнур. По нему все видно. Все швы заполняем обязательно. Так как это основание дома будет. На этой стене уже будет у нас ложиться и газосиликатный блок. И облицовка. Поэтому надо чтобы было все тут крепко. Без лишних отверстий кирпича. Прокладываем уже внутренние перегородки. Внутренние стены. Капитальные. И вот здесь такой вот раствор чуть-чуть можно навести пожиже. И таким образом кладем кирпич. Чтобы вот так выдавливался раствор. Даже еще побольше. Чтобы кирпич купался в растворе. Здесь делаем в плоскости. А лишний раствор выдавливается. И смотрите. Вот здесь я вот так прижимаю. И даже раствор попадает частично даже в этот шов. Вот он заполненный. И потом вот так берем и уже заполняем полностью. Полное заполнение шва делаем. Все быстро прокидали. И как прошли стену, сразу смели лишний раствор сверху метелкой. И получается вот такая стеночка. Оставили отверстия. Вот такие отверстия насквозь. В каждой комнате. То есть вот капитальная стена. То есть вот здесь отверстие, здесь отверстие. И дальше. Четыре отверстия с каждой стороны. Чтобы стекала лишняя вода. У меня вот эта стена 18 метров длиной. И мы вот так зачаливаем шнурку. Заводишь угол. Цепляешь шнур за угол. И при такой длине в средине всегда. Как-то не натягивая шнур. В средине всегда будет провисание шнура. Поэтому берем ориентировочно вот средину стены. И заводим уже вот здесь. Тоже вот этот угол. Отдельно все по уровню заводим. И ставим вот такой маяк. Через гвоздик. Ну или можно там взять скрепку. Какую-нибудь проволоку. И вот так шнурку прижимаем гвоздиком. И то есть вот она есть вот такая. Идет натяжка. У нас натяжка уже до предела здесь. Если больше натянуть, то шнурка уже порвется. И при ветре она уже вот стоит. Эта шнурка. То есть если я сейчас вот уберу гвоздь. И вот смотрите, как ветром. И он начинает вот задувать. Уже вот сюда, видите, задувает на кирпич. И смотрите, еще важно вот там, где ставите маяк, нужно эту стену все время контролировать по высоте. Чтобы она была по высоте такая же, как на углах. То есть вот здесь у нас есть отметка вынесена. И нужно периодически проверять рулеткой. Вот она отметка белым, нарисована белой краской. Получается метр сорок один с половиной. И вот здесь смотрим на углу. На углу у нас вот вынесена тоже отметка белой краской. И здесь также метр сорок один с половиной. И также на том углу должна быть высота в отметке. Сейчас там Егор пилит на станке газосиликатный блок. Вот такие пластинки по пять сантиметров. Из такого, из сорокового блока, который на подонах. И пластинки он эти пилит не просто так, а мы сейчас будем ставить опалубку. Только не из дерева, а из блоков. Уже проложили вот здесь заднюю стенку. Вот так. Можно сказать, несъемная опалубка. Вот Ромик подсказывает. И теперь эти блоки уже будем прокладывать сейчас с этой стороны, с передней. Вот тут по краю все по уровню, как продолжение стены. Поэтому вот такой есть один из несложных, можно сказать, способов. То есть можно либо купить вот такой блок, либо можно также вот этим кирпичом красным рядовым также проложить на ребро. Два кирпича будет также 25 сантиметров. И у нас вот 25 сантиметров по высоте. И залили парни бетон. И смотрите, нигде вроде не выдавило стены. То есть вот эта опалубка у нас несъемная, выдержала. Ни в каком месте у нас ничего не выдавило. Поэтому вот такой вариант можно использовать. Вот как съемную опалубку. Либо из кирпича, либо из пятерки газосиликатного блока. Ну а там, где вот стены тоньше, уже оставили деревянную опалубку, крепили. И на это ушло определенное время. А вот эту опалубку поставили намного быстрее. Раствор замешиваем с красителем. Вот такой черный пигмент, оксид железа. Вот такой порошок. Добавляет громкомерный стаканчик на вот такую мешалку 160 литров. Примерно 400 грамм красителя. Немного жидкого мыла. Здесь специальное жидкое мыло для бетонных и строительных смесей. Низкопенная, специально для замешивания раствора. Два ведра цемента. Шесть ведер песка. Один в трем замешивает. Добавляет также... Нужное количество воды подливает. Всегда нужно добавлять одинаковое количество красителя, чтобы раствор не отличался оттенком. И получается вот такой раствор темного цвета и темные кладочные швы. Итак, друзья, я вам рассказал несколько полезных советов и лайфхаков, которые пригодятся вам на стройке. И вы можете также написать в комментарии свои полезные советы или лайфхаки. А кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, на мое сообщество. Пишите комментарии, ставьте лайки. И дальше вы узнаете еще много интересного о строительстве. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok